За последние сутки совершено максимальное количество обстрелов украинских позиций за месяц. Об этом информирует пресс-служба СНБО. Было осуществлено 105 обстрелов украинских позиций. По информации ведомства, боевики использовали запрещенные крупнокалиберные артиллерийские системы. В следствии обстрелов погибли двое военнослужащих. Пятеро ранены, сообщили в СНБО. В Луганской области обстреляли село Тошковка Попаснянского района, сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации. Населенный пункт находится более чем в 10 километрах от линии разграничения. Обстрел произошел в 2.30 ночи. В результате осколочное ранение получил 23-летний парень. В соседнем доме на 80-летнюю женщину высыпалась кровля. Она получила ранение лица. Пострадавшие доставлены в больницу. Также были повреждены 6 домов. Из них 3 разбиты полностью. На некоторых улицах перебиты линии энерго- и газоснабжения. Ведутся восстановительные работы. Очередному обстрелу подверглась Горловка. Разрушены 2 дома. 9 остались без газоснабжения. Об этом сообщает сепаратистское издание ДАН. Боевики незаконной группировки ЛНР вербуют информаторов, угрожая расправой. Об этом сообщает в Службе безопасности Украины. По информации спецслужбы, житель Станично-Луганского района был завербован руководителем незаконной организации, действующей на Донбассе, в мае этого года. Он рассказал, что согласился на сотрудничество с боевиками из-за психологического давления и угроз расправы над ним и семьей. Задачей информатора был сбор данных о местах дислокации подразделений ВСУ, их перемещения и виды вооружения, а также результаты обстрелов, осуществляемых боевиками. У меня есть знакомый Зыбин Денис, который сейчас является одним из командиров незаконных воинских формирований в Луганске. Познакомились мы с ним около 15 лет назад, как односельчане. Примерно около трех месяцев назад мне передрыли через людей, которые в бытовых целях ходят в Луганске и обратно, что он мне угрожал и обещал сжечь мою мастерскую за то, что я ремонтирую машины в военнослужащем Украине. Эти люди общие ваши знакомые? Ну да, они знают все местные. После этого в телефонном разговоре Денис сказал мне, чтобы я давал ему интересующую его информацию и что после завоевания ЛНР в станице Луганской он не тронет ни меня, ни мою семью. В Мариуполе среди мирных жителей не утихают споры по поводу демилитаризации Широкина. 26 июля на площадь перед городским советом вышли горожане, которые выступают против демилитаризации поселка. Протестующие установили палаточный город и организовали сбор подписей против вывода войск из населенного пункта. 28 июля рядом организовался другой митинг, на котором люди заявили о том, что они выступают за демилитаризацию Широкина. Доводы обеих групп выслушал корреспондент общественного телевидения Донбасса. Люди Мариуполя, живущие здесь, не видят в этом необходимости в выводе войск из Широкина. Это во-первых. А во-вторых, мы хотели бы иметь хотя бы письменную гарантию от президента Украины, что Широкина останется в составе Украины и не только Широкина, но и все отвоеванные у нас пока территории. То пока не собираются, но тем не менее контрольная цифра была 3 августа, будет издан воинский приказ главнокомандующего о выводе войск из Широкина. Вот мы поэтому и второго собираем митинг, и мы посмотрим, как будет 3 числа, какая будет эта реакция. Мы должны быть уверены, что там будут наши украинские войска, это наша территория, нам отступать больше некуда, за нами Украина. Мы за выполнение минских договоренностей, чтобы выводили войска из Широкина. Широкина, да. ДНР вывели войска, а эти не хотят выводить. Мы за мир. Больше мы ничего не хотим. Вот у нас. Беды, лишенные крови в виде ввода. Поля, да, поля, вышли и пускай в войну. Разделенные с того купить. Они прятаются здесь.